Друзья, добрый день, и у нас сегодня в рамках формата «Другой ты» на «Бизнес.ФМ» и различных печатных издалиях у нас сегодня в гостях Владимир Волошин. Это управляющий партнер «Ньюман Спорт», один из первых основателей «Айрон Стар» в фестивале бега «Роза Ран». Ну и от себя хочу сказать, человек, который практически вдохновляет триатлетов, бегунов, потому что те, наверное, достижения, которыми он владеет в любительстве и уже профессиональном, да, триатлоне и беге, наверное, непокорны большинству из нас. Поэтому, Владимир, спасибо огромное, доброго дня, как у вас дела? Спасибо, все очень активно, уже почти полтора месяца нахожусь в самоизоляции. Мы самоизолировались 18 марта, предвидя, что ситуация будет усложняться, и, наверное, сделали проект. За это время эффективность выросла, работы прибавилось, и можно сказать, что эти полтора месяца легко приравниваются к трем месяцам работать. Да, я смотрю за вашими прямыми эфирами с различными источниками, там, и РБК с вами выходило бы очень много прямых эфиров, и я смотрю, что вы позитивны, и вы используете время карантина, наверное, для повышения каких-то ментальных своих когнитивных функций. И спасибо за то, что вы нас на это мотивируете. И самый первый вопрос для казахстанских зрителей и слушателей – мы все знаем старты Iron Star, большинство из наших любителей триатлетов там участвуют, но мы не знаем, как это все организовалось. Мы с вами познакомились, вообще, все эти клубы World Class. И вот насколько я знаю, что вы триатлон полюбили именно в фитнес-клубе, и потом у вас такое большое детище, как Iron Star. Как к этому пришли? Ну, Iron Star – это партнерский проект, у нас несколько учредителей, все люди из разных бизнесов, объединенные одной любовью к виду спорта, который заставляет нас двигаться постоянно вперед – это триатлон. И абсолютно верно, Валихан, в 2007 году, 31 декабря, то есть я сделал себе подарок. Я купил карточку в фитнес-клуб World Class, рядом с моим домом и с бизнес-центром, где находился офис, строился клуб – это Москва-Сити, Северная башня. Ну и я подумал, что это хороший подарок, вполне достойный. Я уже устал, как говорится, от своего внешнего вида и постоянно увеличивающегося веса. Я подумал, здорово, теперь буду осознанно ходить и приводить себя в порядок. Но это же челлендж номер два наступил, то есть когда у тебя карточка на руках – это начать ей пользоваться. И тогда мне, помню, позвонили девушки, что клуб все, открылся, техническое открытие, приходите к нам, пожалуйста. Я туда рванул. Никого из клиентов, там тренер один, один клиент, практически все индивидуально. И я туда ходил осознанно так прям три месяца, сбросил 15 килограммов со 120 до 105, а потом, собственно, ушел до 95 килограммов еще в течение шести месяцев. Ну и, естественно, примелькался тренерскому составу. И вот среди ребят, которые работали в том клубе, был Александр Чапайкин. И летом, помните, да, каждый год ворд-класс проводит летние игры. Тогда они еще назывались олимпийские ворд-класс игры. И, собственно, он говорит, слушайте, у нас молодой клуб, клиентов раз-два, да, общался. А вы ходите сюда, как на работу, каждый день, и утром, и вечером тренируетесь. Вот, может быть, поддержите наш клуб? Я говорю, слушайте, Саша, где ваш спорт и где я? Я сюда худеть хожу. Вы уж, пожалуйста, меня как-нибудь оградите от этих вот ваших внешних целей и так далее. Все. Он тогда включил технику дятла и буквально за неделю меня добил. Он каждый раз приходил, когда видел меня в клубе. Владимир, ну что, передумали? Я говорю, Саша, отвалите. Я точно не про спорт. И в какой-то момент я реально сломался, дал слабину, можно сказать, и задал ему встречный вопрос. Саша, а что надо делать? Он такой, о, ну понял, что дверь открылась, можно в нее заходить. Он говорит, слушайте, у нас тут в июле будет два дня соревнований. Первый день – это, типа, нужно отжаться, подтянуться, с этим-то вы справитесь. А вот во второй день будет триатлон. Я говорю, триатлон? Что это такое? Он говорит, да там все просто. Там надо будет вот 400 метров проплыть, 12 километров на велосипеде проехать и 3 километра пробежать. Я так прикинул, думаю, слушайте, ну ладно, через два месяца это все же состоится. Пока в голове все укладывается. Можем подготовиться. И, в общем, конечно, я очень хорошо помню тот старт. Да, я вышел на этот старт по триатлону, и это был худший опыт в моей жизни, потому что эти 400 метров, которые надо было проплыть, я рванул сразу, где-то там в первой линии, вообще не понимая, зачем, что и как, через 25 метров. Я уже выпил половину этого водоема, уверенно шел ко дну, и я понимал, что еще 375 метров плыть. В общем, это был такой урок на всю жизнь, что выходить на старты на силе мысли нельзя. Нужно выходить на старты подготовленными. Мой результат был ужасный. На финише я пришел к Александру, я сказал, Александр, вы меня в это же засунули, теперь давайте работать, потому что результат меня не устроил. Ну и, собственно, жизнь начала меняться, и я очень многие вещи как раз втащил в бизнес, в тот, в котором я находился тогда, что мы многие вещи пытаемся реализовать на силе мысли, не обладая компетенциями, не обладая физическими возможностями и игнорируя возможность работы с наставниками, считай, с тренерами. Самое главное, то есть цели нереалистичные, и вот мы так живем в этой обычной жизни. Ну и, собственно, да, то есть у меня сменился круг общения, у меня появились новые друзья, я познакомился с людьми, бизнесменами, предпринимателями, топ-менеджерами, которые находили в своем плотном расписании время на то, чтобы тренироваться. И все, и дальше уже мир начал открываться. Я поехал на одни старты, на другие. И в 2009 году мы преодолели первый полужелезный триатлон. Опыт был тоже очень поучительный, на финише было тяжело. А потом вот, собственно, пересобрались, потому что наш, ну, именно с тренировочного плана. И в 2010 году с моим тренером из World Class и с клиентами из World Class мы преодолели свой первый железный триатлон в Цюрихе. И все выполнили кандидат в мастера спорта по триатлону на длинной дистанции, по виду спорта, который не входил в наши планы вообще. Я тоже проходил дистанцию в Цюрихе, это очень сложно, там горная, прям горная местность, очень тяжело. Но получается, что теперь вы кардинально поменяли сферу деятельности, и у вас круг общения стал другой. И вот еще один бренд, это Roserun. Мы у нас в Казахстане, мы проводим Алма-Аты марафон. Да, слышали? Вот у нас есть такой большой марафон. Да, конечно, да, я очень внимательно слежу за всем тем, что происходит в Казахстане. И вот правильно вы сказали в самом начале, что и к нам приезжает огромное количество участников из Казахстана. Я очень рад всегда видеть ребят, они всегда дружные, всегда в форме, это хорошо заметно издалека. И первый раз, помню, увидел крутую команду Казахстана в Казани в 2016 году к нам приехали, это было очень здорово. Мы встретились в лобби случайно, разговорились, и это было фантастика. Очень теплые отношения. Вот, но вы же задавали про Айрон Стар, Айрон Стар, в принципе, вот как раз вырос на фоне того, что люди объединились вокруг мечты привести большой бренд. Ну, всем известный Айрон Мэн, но тогда не все так легко сложилось. И бренд этот тогда еще принадлежал злым американцам, а потом, когда китайцы его купили, все понеслось по-другому, они увеличили скорость появления этих соревнований за пределами вообще в разных странах. Вот, и Роза Ран, да, Роза Ран – это проект, который возник в 2016 году, и там несколько, давай так, стечений обстоятельств, это в том числе хорошие наши дружеские связи с руководством горного курорта «Роза Хутор», где сейчас и Юрий Колобов живет, руководит этим курортом. И вот, собственно, возникла с его стороны идея, ребят, почему бы не сделать в первые майские выходные крутой фестиваль «Бега», по аналогу, как происходит во всем мире, в Европе, когда люди приезжают потусоваться, отдохнуть, посоревноваться, классно провести время вечером. И мы подумали, что да, ведь все упирается именно в концепцию, если правильно концепцию завернуть, то и люди приедут. Так вот, на первый старт в 2016 году у нас приехало, ну, давайте, условно, там, 800 участников. Вот в этом году мы ожидали как раз в эти выходные, что участников и плюс болельщиков приедет, ну, почти 12,5 тысяч. Понятно, что внешние факторы сейчас вмешались в планы всех организаторов. Фестиваль «Роза Ран» был перенесен на октябрь. Часть клиентов, конечно, потеряли, потому что не всем подходят новые даты, но лояльная аудитория, она вообще сказала, ребят, слушайте, мы с вами, мы с вами, вы должны это услышать. Если вы переносите на октябрь, мы постараемся приехать, но если вы переносите на 2021 год, то мы деньги не забираем, но приедем к вам в 2021 году. И огромное количество людей у нас просто перешло на 2021 год и будет с нами. Когда все уляжется, я надеюсь, и жизнь придет на нормальное русло. Ну вот и вытекающий вопрос, потому что нам это очень тоже важно. Вот мы как организаторы Алматы марафона, потом мы являемся еще руководителем Алматинской федерации триатлона, который проводит старты и для любителей, и для профессионалов. Вот ваше видение как бизнес-консультанта в сфоре спорта, вот что станет с индустрией массового спорта, массовых соревнований среди любителей? Я вот вижу две проблемы. Ну, во-первых, люди будут бояться вот такого скопления людей, потому что стартуют все близко-близко друг к другу, ну и переживая, что вот где-то мы так просядем надолго. Какие ваши прогнозы? Ну, нужно несколько сценариев. Я бы не хотел давать огульных каких-то прогнозов о том, что все будет хорошо или все будет плохо, или все будет никак. Ну, в общем, это сейчас можно включить сценарное мышление, набрать людей в команду, которые бы, например, вот команда, представляем, там Алматы-Марафон, кого-нибудь, кто умеет хорошо мониторить ситуацию, это следить за всем тем, что происходит на параллельных рынках. Это удивительная ситуация, когда мы все во всем мире оказались заложниками вот этого карантина. Это не произошло в Казахстане или в России, это произошло во всем мире. Мы все вместе сейчас проживаем это время. Соответственно, кто-нибудь в команде обязательно должен следить за тем, что происходит с марафонами в США, в Европе. Какие меры принимаются там. Все рынки будут открываться по-разному. Международное сообщение сразу не возникнет. Оно тоже будет постепенно приходить в норму. Мы будем жить уже в новых абсолютно реальных. Но вот что я хочу здесь сказать очень важно. Значит, еще даже когда карантина не было, мы мониторили последние три года очень плотно количество новых стартов, которые появляются в стране, в России. И вот что заметили. Что это количество организаторов, которые делают 100 участников плюс, они выросли примерно в 15 раз за пять лет. И мы увидели очень важную динамику. То есть люди, которые тренируются и очень типа продвинутые, они почему-то все время стремятся усугубить ситуацию, предлагая сложную дистанцию. Например, 42 километра. Но люди, которые приходят в бег, его слово «марафон» оно вообще в принципе никак не пугает и не помогает. Потому что ему что километр пробежать марафон, что 42 пробежать марафон, это только опытные могут сказать, что марафоном можно называть все, что связано там 42 километра, 195 метров. Так вот, мы всем, кто приходил на рынок, говорили, ребята, слушайте, если у вас задача массовость, не надо делать 42 километра. Почему? Потому что 42 километра – это дистанция, которую преодолеть могут один раз в год люди, которые осознанно к этому тренируются. И мы показывали цифры. Значит, количество марафонов не вырастет. Это мы еще говорили до кризиса. Просто будут кто-то приходить и уходить. Останутся только марафоны, которые находятся в крупных городах. Ну, например, московский марафон. Все, марафон в Санкт-Петербурге тоже останется. Все остальное, это будет по приходящей модели, не будет расти. Что растет? Все, что до 10 километров растет в среднем, росло. Плюс 70% в год. Это 1, 3, 5 километров. Десятка непосредственно росла больше 50% в год. Единицы добирались до 21 километра дистанции, и это росло почти на 25-30% в год. Это означает, что в жизни нового поколения, например, миллениума, для них сам факт преодолеть хотя бы 21 километр – уже событие. А если я как организатор, то мы должны делать что? События массовыми. Там должно быть огромное количество форматов. Там должны учитываться гендерные, в том числе, возможности. Ведь, например, когда я говорю, что женский спорт – это в тренде, это он никуда не денется. Сейчас именно женщины спортом и занимаются дома, на карантине. Это у них сейчас резкий всплеск. Так вот, они когда выйдут с карантина, они обязательно захотят праздника. Но вопрос, вот правильно, социального дистанцирования. Мы, к сожалению, будем вынуждены работать с новыми правилами, которых не было еще полтора месяца назад. И эти правила, они появляются сейчас. Мы это читаем, что происходит в Чехии, что происходит в Италии, как во Франции открываются и так далее. Где-то уже пускают только по определенному количеству людей. То есть нельзя, чтобы, например, больше 15 собиралось в одной студии. Как это сделать? Это удар по бизнесу. Соответственно, мы не можем там гарантировать 100% наполняться. Тяжелее всего придется, безусловно, видам спорта, где социальное дистанцирование будет сложно определить. Например, марафоны. Вот как стартовый коридор по полтора метра на человека разделить? Это нужно еще полгорода перекрыть. Практически невозможно. Значит, нужно будет придумывать какие-то новые идеи, как, собственно, проводить эти штуки. Онлайн никуда не денется. Но онлайн никогда не заменит живого общения и пробежки. Поэтому, конечно, Алма-Ата, марафон, он останется, он трансформируется, он будет жить уже в новой реальности с новыми внешними правилами. Но мы должны понять, что если мы хотим вернуться к массовости, тогда мы должны сделать этот забег доступным для тех людей, которые выйдут из домашнего карантина. Вот недавно я задавал вопрос коллеге, говорю, а как вы думаете, вот сейчас люди должны были готовиться к своим стартам, а они заперты дома. То есть, а марафон у них, например, запланирован в конце осени, они по-прежнему будут готовы к марафону или они будут пересматривать свои цели? Так вот, 50% участников уже готовы пересмотреть свою цель, потому что выйти на серьезные испытания они не готовы. Но они готовы выйти на 3, 5, 10 километров, ну, максимум 21. Это в том числе сообщение сейчас такое я даю для всех тех, кто нас слушает, для организаторов, потому что нужно быть адекватно, воспринимать возможности сейчас своих участников. А они у нас поменялись. Да, спасибо большое. Ну, приблизительно я тоже так и думал. То есть, ну, адаптация, да, адаптация к сегодняшним реалиям каждого организатора, я думаю, она сейчас необходима. И действительно руку на пульсе нужно держать и принимать те условия, которые дает нам жизнь. Ну, вот такой немножко каверзный вопрос. Я сразу извиняюсь, если я вас как-то где-то уколю здесь. Приход бренда Ironman Санкт-Петербург как-то скажется на Ironstar? Я могу дать две точки зрения. Первое. С точки зрения акционера компании, в которой в портфеле находится Ironstar. Да, безусловно, приход нового сильного игрока с международным именем, он оттянет часть наших участников. И мы, в принципе, это прогнозировали, что рано или поздно Ironman придет, и как только он придет, он оттянет огромное количество участников Ironstar. Но важно понимать, что для многих, например, поставленная эта цель – это возможность еще благодаря Ironstar пройти тренировочную подготовку. Потому что мы на рынке, люди могут участвовать в наших эндорс-соревнованиях, готовиться к своей цели, могут участвовать в спринт-триатлонах, какие-то коротенькие успеть сделать. Но важно, да, то есть с точки зрения бизнеса, да, безусловно, это очень сильный конкурент. Теперь я могу сказать, как Владимир Волошин, как триатлет, как сам потребитель того, что мы создаем. Я очень рад, что Ironman приходит в Россию. Почему? Во-первых, это давняя мечта огромного количества людей, чтобы в нашей стране произошел старт с большим мировым именем, и после финиша они получили эту уникальную коллекционную медаль первого старта. Я тоже не упустил возможность, зарегистрировался на июльский старт в Санкт-Петербурге, причем я был удивлен несколько раз. Первый раз – это когда я приехал с работы и думаю, ну вот сейчас как раз сегодня же открылась регистрация, я открываю сайт, а там первый тир закончился, второй закончился, третий закончился. Я думаю, ой, господи, мне остался четвертый. Я понимаю, что я оплачиваю самый дорогой триатлон в России, который вообще у меня когда-то был. И потом через какой-то период времени приходит сообщение, что все, регистрация закрыта. Это я в какой-то последний вагончик заскочил, безумно счастлив. И ребята установили рекорд. За 31 час они продали 2000 слотов и потом выбросили, по-моему, еще 500 и продали их еще за несколько часов. То есть это что, это же хороший знак, то, что люди ждут прихода этого бренда. В этом году будет тяжело всем, и нашим коллегам из Ironman, и нашим коллегам, которые делают региональные старты по триатлону. Почему? Потому что это плохо, когда нет конкуренции, когда нет возможностей. На пути к Ironman люди проходят через локальные старты, маленькие какие-то забеги. приходят на соревнования Ironstar, и потом, через года два-три, они ставят себе в календаре цель преодолеть полную железную дистанцию. Либо с нами, либо за рубежом. Думаю, что коллегам, наверное, в Ironman, в России, в Санкт-Петербурге все-таки, если все состоится, им повезет, потому что львиная доля зарегистрированных участников – это все-таки внутрироссийская аудитория. Там небольшой процент иностранцев, и мы понимаем, что это международное сообщение или въезд в страну и нужно остаться на три недели карантин – это не вписывается в планы тех людей, которые приезжали максимум на 3-4, может быть, 5 дней. Поэтому, да, мы будем жить в новой реальности, но приход большого бренда в Россию – это было воспринято мной, как Владимира Волошина. Хорошая новость с точки зрения, как совладельца компании, которая занимается также организацией «Соревновой патриотлону», ну, watch out, потому что это конкуренция. Но вот как совладелец компании «Айронстар», вы будете трансформировать свои старты как раз вот в рамках того, что вы будете каким-то подготовительным этапом для «Айронменов» перед Санкт-Петербург? Да нет, мы не позиционируем себя как подготовительный этап перед «Айронменом». Почему? Во-первых, это неправильно ни с этической точки зрения, ни с точки зрения бизнеса. То есть те, кто люди тренируются сейчас и участвуют в наших активных программах, мы знаем, что часть из них зарегистрирована «Айронмен» в Санкт-Петербурге, это здорово. То есть они могут в промежутках поучаствовать у них, поучаствовать у нас. Я думаю, знаете, все-таки кризис, он такой всеобъединяющий. И я серьезно говорю, что сейчас наступает эпоха ценностей. Первая ценность — это коммуникации. Вторая ценность — это сообщество. И триатлонное сообщество может объединяться для решения задач. И третья ценность — это взаимная помощь. Вот это можно сейчас отнести к абсолютно любой индустрии. Я вижу, как в фитнес-индустрии все те, кто еще вчера друг в друга бросали помидорами, вдруг объединились, начали решать общие задачи, начали предлагать, начали поддерживать друг друга. И у меня вот эта граница, она стерлась, потому что я увидел, как за несколько недель ассоциация операторов фитнес-индустрии вдруг стала мощнейшим рупором в диалоге с властью, с трансляцией тех мер поддержки, которые нужны в фитнес-индустрии. Все то же самое среди организаторов произошло. Все организаторы в России — это марафоны, это трейлы, триатлоны, заплывы в открытой воде — все объединились. Я могу это прямо, ну, сказать уверенно, что это хороший знак. Все начали друг друга поддерживать и помогать. Ну, тяжелые времена всегда людей объединяли, неважно, были ли мы врагами до этого. Но, Владимир Владимирович, я вот буквально недавно разговаривал с одним из менеджеров Iron Man, который будет проводить, который будет участвовать в организации Iron Man на Санкт-Петербург. Он является моим там хорошим товарищем, и он участвовал тоже на Iron Star. Мы вместе когда-то участвовали. И я ему говорю, вот ты понимаешь, что вам нужно будет первый старт сделать абсолютно показательным, потому что такой бренд, как Iron Star уже на протяжении многих лет на территории России показал высокий уровень. Я вот даже несмотря на то, что мы с вами лично знакомы, хочу заметить, что действительно намного, намного круче, чем дистанция Iron Man, Iron Star проводит свои старты. И я думаю, что им будет очень сложно, потому что вы планку задрали в России. Я, честно говоря, думал раньше, что это вот банально политическое импортно-замещение было бренда Iron Man на территории России. А это просто стечение обстоятельств такой. Да, это стечение обстоятельств. Мы вели переговоры с Iron Man в 2013 году, но, к сожалению, переговоры, они не привели к положительным результатам. Вот, собственно, и все. Да, ну вот теперь мой личный вопрос, потому что я вот очень сильно этим заинтересовался, когда я узнал, что вы ввели вот такой новый тренд, новый такой поток. Никто до этого такого не делал. Это индивидуальные сессии бизнес-раннинга. Это очень было так интересно. Я сначала так заинтересовался, потом я глубоко проникся. И вот можете вот нашим зрителям, нашим слушателям сейчас рассказать, как это к вам пришло и насколько это сейчас популярно и в тренде, насколько это действительно действенно? Готов делиться лайфхаками. Правильные вопросы, правильные ответы. Смотрите, значит, бизнес-раннинг, он не был придуман. Я имею в виду, он просто вырос, трансформировался. И произошло это в 2013 году. Тогда я учился в Московской школе управления Сколково и готовился к марафону в пустыне. Маратон де Сабль – это Южная Сахара. Нужно бежать неделю. В зависимости от года это 240 или 250 километров. И, собственно, что? То есть учеба, работа и тренировки надо было все совмещать. И у нас был в марте месяце выездной модуль в Стэнфорд, в Палу-Альту, в Кремниевую долину. И перед занятиями я убегал в 7 утра на тренировку. Соответственно, бегал по парку, там, где у них спортивные объекты, все очень круто, здорово. Я вдруг стал замечать, что люди там парочками бегают. Я потом как-то у студентов местных спросил. Говорю, ребят, слушайте, странно. А что это они там все парочками бегают? Они говорят, слушайте, это бизнес-фанинг. То есть это первая деловая встреча на ногах. Они бегут и разговаривают. Я думаю, огонь. А я-то почему бегал раньше один? Ну, как бы у нас культура такая, видимо. Мы все-таки одиночки, знаешь, там, вставили наушники и побежали. Я думаю, класс. Я, значит, возвращаюсь из США и смотрю по рабочему расписанию. Я понимаю, что я вторую неделю, ну, там, до отъезда, я две недели не мог встретиться с человеком, который друг моего товарища, все очень хочет встретиться. Но я пытаюсь понять, он каким боком в мою повестку должен поместиться. Я должен это рабочее время ему отдать? Или как вот вообще? Я его все время перекладывал. То ему не подходит, то мне. И я думаю, значит, на этой неделе я тоже с ним не встречусь. Я ему пишу. Я говорю, Илья, слушайте, у вас есть возможность. Я каждый день в 7 утра бегаю. Вот если хотите, присоединяйтесь, пробежимся, проговорим с вами все, что нужно. Мы попробуем, как говорится, совместить приятное с полезным. Каково же было мое удивление, когда он согласился. И он пришел в 7 утра. Мы пробежали за 60 минут, 10 километров, решили все его вопросы. В конце я дал ему контакты, которые могут помочь решить все вопросы, что дальше нужно было делать. И все. И я подумал, класс, тайм-менеджмент. У меня и у вас, и у многих людей есть обязательно те, которые пытаются влезть в ваше рабочее расписание со своей повесткой. Но вы посмотрите на эту повестку, она никак в вашу не укладывается. Я подумал, что я все подобные запросы на встречу буду переносить на утренние пробежки. И в итоге у меня каждое утро стали приходить разные люди, к которым нужно было пообщаться. И даже если бы разговор никак не заводился, то мы могли хотя бы выполнить цель по бегу. Правильно? В итоге это переросло в какой-то формат нетворкинга. И однажды я просто спросил разрешение. Слушай, ты думаешь, интересно, со мной бегают такие классные, интересные люди. А я об этом никому не рассказывал. Говорю, можно я расскажу про нашу пробежку? Так, валяй. В общем, я рассказал про эту пробежку. И, получается, с 2013 года, вот в 2019 году очередь, запись была на пробежке два месяца. То есть если бы мы сегодня с вами договорились до кризиса медицинского, то мы бы могли для Валихана найти время летом в 6 утра, зимой в 7 утра, примерно через два месяца. В год больше 400 человек появлялось просто в записной книжке контактов людей, способных на многое. Почему? Потому что это предприниматели, это выпускники бизнес-школы, это участники наших соревнований, это люди, которые, в принципе, мы так или иначе вращаемся в одной системе координат, где есть цели и ценности схожие. Ну, собственно, вот получилось, что формат нетворкинга, об этом даже вот в марте этого года Forbes написал, о том, что какие способы нетворкинга существуют. Да вот, ради бога, там пробежки, которые вы можете впускать людей. Причем вы, у меня есть четыре критерия, по которым люди могут попасть ко мне на пробежку. Первый критерий – это предприниматель сферы спорта и здоровья. Второй критерий – это выпускник бизнес-школы Сколково, потому что мы там по этическому кодексу должны друг друга поддерживать и помогать. Третий – это участник соревнований «Айрон Стар» или «Роза Ран». И четвертый, причем первый, второй и третий критерии на выбор или-или. А вот четвертый обязательный – наличие открытого аккаунта в Инстаграме. Собственно, все. Скоростные параметры, не проверяйте, с каким темпом он бегает? Нет, я бегу всегда в темпе своего собеседника. И 95% – это, как правило, люди-новички, ну, либо продвинутые немного. У меня есть 5% друзей, которые не умеют медленно бегать. И он в 6 утра бежит, в темпе 5-0 или еще быстрее. И вот ты поспеваешь за ним, пока ты можешь говорить. Вот это же тест, да? Бежишь, можешь говорить, значит, бежишь в своем темпе. Да, разговорный тест, да, это как из фитнес-индустрии. Владимир, ну вот прям вытекающий такой как раз вопрос, когда мы начали говорить о тайм-менеджменте. Вот в период карантинной самоизоляции у вас режим дня поменялся? Понятно, что загрузки у вас много, но вот у большинства людей сейчас день с ночью. Они делают очень много работы, но уже как-то вот это все смесилось, циркадные ритмы нарушились. Что-то у вас поменялось? Или вы в таком же жестком графике живете? Ритм поменялось, расписание, но остались временные рамки. Значит, день выглядит следующим образом. В 6 утра подъем, и до 8 утра я разбираю сообщения, смотрю быстро новости, связанные с индустрией спорта, все, что произошло в Европе, в мире, в США. Важно, то есть быстрый анализ. В 8.00 у меня уже, как правило, есть первые встречи. Но они сейчас проходят в режиме онлайн, и это связано с городами или с клиентами, которые находятся в часовых поясах ближе к востоку. Дальше все идет по плану рабочему. То есть я все встречи разбил по форматам таким – 15 минут, 30, 45, 60. Вот, если какие-то конференции, там, 1 на 1 – 15 минут, 30 минут, если настроя, и так далее. То есть даже начал применять по количеству людей, которые максимум времени можно выделить для всего этого. Делаю небольшой перерыв, где-то в районе, там, с часу до двух. Коротенький, это может быть 30 минут. И в том числе быстро посмотреть, какие новости произошли за утренний период времени. Потом с двух до четырех второй слот рабочий. С четырех до шести у меня два часа на спорт. В шесть часов возвращаюсь, там, привожу себя в порядок, и обычно с восьми до десяти снова работаю. Если раньше я мог утром бегать, то сейчас я все сместил два часа железно на спорт в день. Они находятся во второй половине дня с четырех до шести. Вот, и это либо велостанок, либо пробежка. Ну, у меня такие сейчас возможности есть. Самое главное, чтобы карантин не дал возможность расслабиться. Вот, вот, вот. А вот по питанию, по питанию, все равно вы находитесь в самоизоляции и соблазнов там подойти там на кухню, из кабинета подойти на кухню. Да, это очень верно подмечено. Дело в том, что ведь расход калорий снизился. И раньше там возможность была выйти на улицу утром, пробежка. У меня всегда было две тренировки в день. Утром бег, обычно там 13-15 километров, каждое утро. После рабочего дня у меня двухчасовой там блок, например, занятий в фитнес-клубе. Это велостанок, это байк, это бассейн или функциональная тренировка. Но обязательно два часа после работы, все перезагрузка. Так вот, сейчас и в том числе потребление продуктов было другое. А сейчас я понимаю, что у меня расход калорий не такой большой, как был. Поэтому я готовлю, я сам лично готовлю и много готовлю, но каждый день делаю новое меню. Такое, чтобы понять, если у меня сегодня там был хороший расход по калорий, значит, например, я там вечером могу на ужин какую-то такую твердую еду, типа вот мясо и еще что-то. Если день был насыщенный по работе и не успел потратить большое количество калорий, то, например, очень легкие, как там салаты или рыба в конце. С едой сейчас очень стало много, гораздо больше экспериментировать, потому что, во-первых, не хочется есть одно и то же, и самое главное, чтобы еда укладывалась в жизненный баланс расхода калорий в течение дня. Иначе есть риск, что даже гиперактивные люди из этого кризиса выйдут, и мы их не узнаем. Да, да. Я почему, Володь, интересуюсь вашим режимом дня, вашим питанием, потому что, ну, честно говоря, когда я вот узнал тогда несколько лет назад, что вы сделали пять айронменов эндор ворд-классе, потому что мне менеджеры ворд-класса тоже говорят, ты знаешь, что у нас Владимир Волошин сделал пять айронменов эндор подряд, я, честно говоря, так, ну, просто подшатнулся, потому что сделать, во-первых, в помещении, не, во-первых, пять подряд, это уже страшно, а еще и в помещении, ну, это, конечно, это надо быть большой силой воли, понятно, что у вас она есть, но еще и физиология должна быть мощная такая, чтобы выдержать это все. Как пришла такая идея, и вот расскажите про все вот эти невзгоды, которые вы встретили, или вы не встретили во время прохождения этой сумасшедшей дистанции? Ну, это моя была самая длинная тренировка в жизни, потому что я зашел в фитнес-клуб где-то в 9 утра, в 12 дня у меня был назначен старт плавания, это 19 километров в 25-метровом бассейне, 760 бассейнов, сделал это за 6.50, по-моему, спокойненько, потом перешел на велостанок, и он был обложен гаджетами, чтобы все записывалось, все мерилось, чтобы потом, условно, те, кто попросит доказательств, мы могли их там предоставить, и 900 километров открутил на велостанке за 25 часов, по-моему, да, 25 часов, если не ошибаюсь, и потом перешел на беговую дорожку 211 километров за 27 часов 20 минут, в общем, суммарно совсем получалось за 74 часа преодолел, вышел из клуба, финишировал в 2 часа дня в четверг, то есть старт в понедельник в 12 дня и финиш в четверг в 2 часа дня состоялся. Но что, испытания, тут же знаете как, тут все зависит от того, что у тебя в голове творится, если у тебя порядок и структура, и план, то все сложится хорошо. Такие длинные дистанции невозможно преодолевать без действительно исполнения плана. И у меня была огромная папка, где все по 5 минут на 4 дня расписано, что эти 5 минуты должен делать. Там некоторые спрашивают, слушайте, а спать успевали? Я говорю, да. Внутри 74 часов 3 часа 45 минут на сон за 4 дня. Ужас. Но это был необходимый элемент, просто такой сон водителя, 15 минутками, да, короткими. Вот, но это чувствовал себя прекрасно. Но это было что? То есть мы, когда начали готовиться с моим тренером в ворд-классе, то она тоже не поверила, что это, в принципе, вообще реализуемо, но согласилась меня поддержать. Вика Шубина. О, я ее очень хорошо знаю. Она потрясающий человек, она бросается во все мои авантюры, и ее поддержка, она меня в том числе вдохновляет. Вот. Но за время подготовки мы поняли, что будет столько инвестировано времени и энергии, что этого запала хватит на то, чтобы подготовиться к 10-кратному аэронмену, который мы сделаем через 2 года. Ну и, соответственно, в 2017 году мы сделали 5-кратный индор, продолжили подготовку, все ошибки учли, которые были сделаны. И в 2018 году я вышел на старт 10-кратного аэронмена, но он уже был аутдор, и это было в Швейцарии. Да, этап Кубка мира, 38 километров плавни, 1800 велогонка, 422 бег. Все получилось сделать за 131 час, 0-0 минуты 36 секунд, которых, наверное, быть не должно было просто для красоты. Просто 131-0-0-0-0. Вот. Ну и плюс еще удалось выиграть этап Кубка мира и привести первую золотую медаль на этой дистанции обратно в страну и трофи. Кстати, мой трофи, он вот с тех пор, когда я приехал, он находится в центральном офисе World Class и стоит там. Да, да, да. Но я не хочу присоединиться к этой победе, хотя я, наверное, один из старейших менеджеров русской фитнес-группы, это около 19 его же лет, но я всегда слежу за вашими победами, потому что пустыня, Босфор, пятикратный индор, потом десятикратный аутдор. Я имел в виду, что в одном человеке, во-первых, менеджер, да, который делает такие сумасшедшие старты, во-вторых, чтобы и Босфор, и пустыня, и пять внутри, и пять снаружи. Ну, я думаю, что при этом и всем, что вы еще, ну, наверное, в глобальной организации еще работаете, то есть я думаю, что в одном человеке так все уместить, это очень сложно. И я вот в связи с этим, в завершении нашей программы, хотел бы, чтобы вы поделились мотивацией, вот насколько вот сейчас сложно всем людям находиться в самоизоляции, да, не все могут себя вот так вот просто увлечь, работать, да, некоторые прям руки опустили через неделю, потому что люди настолько социальны, что им тяжело находиться в таком, скажем, заточении, да, и, конечно же, вот я очень много людей знаю, которые даже и спортсмены, которые руки просто опустили и сказали, ну, все. Но вы человек с огроменной мотивацией, вот я хотел бы, чтобы вы казахстанским зрителям и слушателям какие-то наставления, лайфхаки сказали, что нам делать, чтобы ментально не сломаться. Потому что, выйдя после карантина, я понимаю, и все люди понимают, что там другая будет сложность, да, нужно будет поднимать бизнес, причем неважно какой. То есть самоизоляция – это сейчас самый первый этап сложности, а потом уже будет еще намного сложнее. Но если мы здесь уже расслабились, руки опустили и ушли в депрессию, демотивировались, то там будет совсем уже будет смертельно. Пожалуйста, вот внутреннюю вашу энергию. Слушайте, я вот действительно, вы такой глубинный вопрос задали и там просьбу обратиться к людям, которые сейчас нас слушают и смотрят, и будут в том числе слушать уже в записи. Вы знаете, я вдруг себя поймал на какой-то мысли о том, что как круто, что я не дал себе возможности расслабиться до этого кризиса. Почему? То есть упаковать время таким образом, чтобы там было место всему. Личному развитию, работе, семье, отношениям, путешествиям, спорту, в том числе с большими целями. Ведь сейчас я смотрю, что мы все теряем время. И вот ценность каждого дня до этого кризиса была у меня просто в приоритете. Каждый день надо было подводить определенные итоги. Что за этот день я сделал? Там в плане спорта, в плане работы, какие вопросы решены, что с семьей успели сделать и так далее. И сейчас, когда я оглядываюсь назад, думаю, вау, какой крутой список. Ну вот ты там зачитываешь частицу этого. Мы думаем, как же круто, что я тогда не дал себе возможности расслабиться. Потому что сейчас мы все в ограничениях находимся. А кто-то может воспринять это время, что я теряю время. Кто-то реально, я слышу иногда некоторые люди, ну это же каникулы. Я говорю, ну все, понял, приехали. То есть это не каникулы. Это возможность тебе привести в порядок все твои дела, которые раньше обрастали валом рутины. Когда ты не завершал дело, начинал новое и так далее. И сейчас хорошее время. Первое. Для людей с креативной составляющей. Для людей, которые мечтали и желали что-то сделать. Запустить свой собственный проект. Почему? Потому что если ты собственник бизнеса, то тебе придется заниматься спасением этого бизнеса. А если ты наемный менеджер, то ты либо в категории находишься уже уволили, уволят скоро или потенциально уволен. Ну то есть тебе все равно надо что-то делать, чтобы сохранить себя на плаву. И спорт в этом смысле, почему его нельзя исключать из жизни? Потому что тело поддерживает голову. И если у тебя сейчас с телом происходят непонятные трансформации, и ты перестал за ним следить, то рано или поздно твоя голова перестанет соображать. Ты можешь сейчас ее напичкивать огромным количеством хорошей, нехорошей, полезной, неполезной информации. Но самое главное, то есть все, что ты делаешь сегодня в этот кризис, должно ложиться и помогать достигать тебе ту внешнюю цель, которую ты для себя определил. Это начиная от вопроса, кем ты хочешь быть через пять лет или через десять лет, до как вот я сохраню себя по максимуму здоровым в течение этого периода времени. И вот здесь очень важно. Это то окружение, которое находится рядом с тобой. Либо люди, либо источники этой информации, которую ты для себя открыл и что-то закрыл наоборот. Потому что люди быстро начинают мимикрировать. Но никто не видит, да и ладно, типа не позанимаюсь, да никто и не заметит. А мы потеряем сейчас очень ценное время. И вот я хочу закончить это тем, что я всегда говорил и буду говорить. То есть моя личная философия в жизни, она несколько лет обрела эту цифру. Это 25 550 дней. В России это средняя продолжительность жизни. Она равна 70 годам. Это означает, что ты в любом случае должен что-то будешь успеть сделать за этот короткий период времени. И когда человек проходит полпути, ему 35 лет, он думает, вот раньше было там возможности ничего не делать или что-то собирать там и так далее, то следующая половина после экватора, она будет ещё более тяжёлой. Почему? Потому что у тебя уже здоровье ни к чёрту, не успел чего-то там заработать, не успел сам себя реализовать, не успел и не успел, и после этого ты начинаешь обо всём жалеть. Так если ты сейчас уже сегодня понимаешь, что тебе что-то надо менять, или как тебе кажется, что надо что-то менять, то тебе не кажется. Это время нужно использовать для того, чтобы сейчас поменяться. и выйти в нормальную жизнь, которая рано или поздно наступит, уже с другими целями, с другими людьми, я не знаю, там, с новыми идеями, с реализованными всем. Вот меня сейчас очень вдохновляют люди, которые за время кризиса, вот за этот месяц или за полтора месяца смогли что-то новое создать. Почему? Потому что они не опустили руки, они сказали, класс, это то, что я так долго ждал, это время, когда я должен что-то запустить. И мы сейчас увидим время новых героев. Новых героев, которые будут вдохновлять нас тем, что они, в отличие от большинства людей, не опустили руки, а создали что-то. Ну и, в общем, я считаю и хочу пожелать как раз примкнуть нашим слушателям к этому лагерю создателей, людей, на которых мы будем равняться после того, как жизнь придет в нормальное русло. Ну и, безусловно, следить за собой, следить за здоровьем, беречь себя в первую очередь и в будущее взять в первую очередь себя. И, безусловно, беспокоиться о близких людях, своей семье, потому что это самая близкая поддержка, которая у нас сейчас оказалась рядом с нами в это тяжелое время. Все будет хорошо. Владимир, спасибо большое. Вот в моем лице, вот от всех любителей триатлона, всех любителей бега с Казахстана, я хочу вам тоже пожелать, чтобы любые невзгоды обходили вас стороной. Вы созидательный человек. И я вот тоже всегда всем друзьям своим говорю, что нужно это время сейчас использовать для самосовершенствования, потому что это мир диктует нам как раз условия, чтобы мы вышли с карантина абсолютно обновленными. Те мы, которые зашли в карантин, они уже нам не нужны. Мы должны выйти совсем апгрейдены, хотя бы ментально. Ладно, не говорю уже физически. Но ментально мы должны уже апгрейдить себя. Вы сейчас подтвердили мои мысли. Спасибо вам огромное. Казахстанская земля вас очень сильно любит. Мы будем приезжать на старт Iron Star. Вас приглашаем как почетного участника, спикера на Маты-марафон. Если у вас будет время, пожалуйста. Мы всегда готовы, мы всегда рады. Спасибо огромное. Наши двери всегда открыты. Вы для нас очень большой человек. И я счастлив, что когда-то мы с вами познакомились в ворд-классе. Да, да. Прямо без... Случайности не бывает. Есть череда событий. Да. Владимир, вам здоровья. Спасибо огромное за эфир, за то, что уделили время в такой жесткий график ваш. Спасибо. Спасибо огромное. Раду вас повидать. Хорошего дня. Спасибо.